Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро всем, кто нас слушает. В эфире «Личное утро» на Радио Болтком. Ведут его сегодня Ольга Авдевич. Доброе утро. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер в студии Евгений Копин. Гостья сегодня со своим личным утром у нас Инга Радуга, владелец модельного агентства и национальный директор и член жюри нескольких международных конкурсов красоты. Мы сегодня говорим о красоте. И вот в предыдущий час мы вспоминали события года, которые случились и повлияли как-то на нас в разных сферах. А Инга нам сегодня расскажет, что у нас в области красоты. И за год случилось такого самого-самого яркого. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу поприветствовать всех слушателей Радио Болтком, поздравить с наступающим Новым годом. У нас прошлый и этот год были очень насыщенными на всякие конкурсы. В этом году мы съездили. Вы представляете, дорогие радиослушатели, что наши латвийские девушки, представительницы Латвии, выиграли несколько международных наград на престижных международных конкурсах красоты. Их карнавали. Они получили вот эти короны победительниц. И как это? Это лента через плечо, которое там написано? Латвия. Вот это благодаря Инге и ее каким-то организационным усилиям. Да. У нас в этом году мы поучаствовали в восьми международных конкурсах. И в трех мои девушки стали победительницами конкурса. В остальных практически везде получили прохождение в топ-5. То есть занимали там второе, третье, четвертое место. Получали какие-то ленты дополнительные. Потому что на многих конкурсах есть дополнительные титулы, как там, например, мисс Таланта, мисс Элегантность, мисс Грация, да? Чтобы выделить большее количество участниц. Но три конкурса мои девушки победили. Ну вот расскажите нам про эти вот три, ну как первых места, три короны. Ну первая наша корона в этом году была на конкурсе мисс Хэрритэдж, мисс Наследи, который прошел в Гане, в Африке. Ничего себе. Победила там Алиса Мешковская. У Алисы Мешковской на данный момент 17 корон. Это самая коронованная королева красоты, красавица. Не только в Латвии, не только во всей Прибалтике, мне кажется, вообще во всей Европе. Фантастика. Потому что 17 корон. На тот момент это была ее 16 корона. И буквально через несколько месяцев осенью на Топ Интернешнл в Италии она получила свою 17 корону. Инга, мы хотим видеть ее здесь, в нашей студии обязательно. Алиса живет в Даугу, впился. У Алисы очень-очень такой плотный график, потому что Алиса тренер по фигурному катанию. То есть королева красоты в жизни занимается? Да, занимается работой. И у нее много групп, многие из ее детей, она тренирует много детей, они добиваются там очень хороших результатов. и каждый раз выезжать на конкурсы, это довольно-таки сложно. Проблематично. Да, получается, надо планировать на работе время, брать отпуск иногда за свой счет. Но Алиса, знаете, она такой фанат конкурсов, и это, в принципе, такой эталон, к которому многим девочкам, я думаю, надо стремиться, особенно те, кто участвует в конкурсах. Они, в принципе, все, кто поездили с Алисой, я вот вижу, как они набирают высоту, потому что, ну, вот она пример, на который стоит равняться вообще по поведению, потому что я многим девочкам говорю, что когда мы уезжаем на конкурс, когда я отправляю на конкурс, я не всегда имею возможность ездить на каждый конкурс, их много. У меня, помимо этого, тоже есть работа и в модельном агентстве. Но стараюсь часто посещать, и я часто говорю девушкам, что ваш конкурс начинается, как только вы выходите из самолета, как только вас встречают, потому что вы никогда не знаете, кто это, это просто водитель или это один из организаторов, например, конкурса, и вас оценивают уже сразу же, потому что зачастую некоторые из членов жюри бывают на конкурсе во время организации, такие как хореографы, кто-то из дизайнеров, пока там меряются платья, естественно, главные организаторы. И девочек оценивают постоянно до выхода на сцену, то есть некоторые считают, что вот они выйдут на сцену, такие все красивые, поулыбаются, все покажут. Нет, постоянно идет оценка. То есть даже манеры, конечно, красения. Кастинг нон-стоп, получается. Кастинг нон-стоп, да, потому что и как они репетируют, и как они себя ведут, и как они на завтрак приходят даже, да. То есть действительно, они должны быть, вот эти мисс, да, ну, 24 часа в сутки, да. А вот можно сразу сопутствующий вопрос, а что помимо красоты и вот умения себя держать, что еще важно для того, чтобы победить на таком конкурсе? Ну, на многих конкурсах международных, чем крупнее конкурс, тем важнее, конечно, знание английского и умение грамотно выражать свою речь, иметь какие-то, ну, какие-то все-таки устоявшиеся позиции, взгляды, да, на политику, на ситуацию в мире. То есть нельзя быть абсолютно пустым человеком, да, и все-таки там добиваются часто успеха девочки, для которых это не первый конкурс, там, и не второй, да, и не, там, 18 лет, а все-таки постарше, потому что у них какое-то все-таки восприятие мира уже есть, уже есть своя позиция. Плюс, как я еще раз говорю, английский язык, потому что надо уметь общаться, надо уметь давать интервью. На том же Мисс Наследи, где победила Алиса, этого было очень много, очень много было общения, очень много было каких-то видеороликов, они поступали, очень часто, да. А вот этот конкурс Мисс Наследи, еще почему приятно, что именно наша представительница из Латвии, потому что это не просто конкурс красоты, Мисс Наследи вот что подразумевает? Он задуман для... Для того, чтобы показать наследие каждой страны. То есть он уникальный был в том плане, что, например, ну, та же Алиса, у которой опыта не занимается, говорила, что первый раз я столкнулась на конкурсе с тем, что мы делали какие-то подделки, да, то есть что-то руками надо было сделать, привести, показать, вот какие-то такие вещи вот нашего наследия, да. Трактёрные для страны. То есть история, культура, традиции, да? Да, да, латвийская, с латвийской символикой, какие-то брошки, потом также там был кулинарный конкурс. А что же вы придумали? И это было очень интересно. Ну, так как везти из Латвии там, ну, что-то готовить было сложно, то есть выходили мы тем, что Алиса везла сыр латвийский, несколько видов, везла наши шпроты, чёрный хлеб, да, и кисло-сладкий. То есть вот, ну, именно то, что, то, что для Латвии характерно, так, чтобы сделать красивую подачу, потому что мы не знали, будет ли там возможность приготовить, да, или что-то, там, закуски, что там, кастрюли будут представлены, какая-то будет кухня. И то есть наши шпроты произвели впечатление, да? Да, потому что там, по большому счёту, мы ориентировались на подачу. То есть она сказала, я это всё так красиво украшу, мы это всё продумали, как это сделать, и, ну, было хорошо. Но, понимаете, мисс Херритач, он задумывался как очень такой крупный конкурс, но на самом конкурсе было всё-таки довольно хаотично. Было очень много участниц. Какие-то из туров, например, не все участницы проходили, потому что кто-то в это время был на интервью, да, кто-то, что-то сокращалось, например, да, из всей программы, потому что, ну, это часто бывает на конкурсах, задумки большие, успевается не всё, потому что они очень много ездили, они очень много ездили по Африке, очень много было встреч, ну, они там называли организаторы с королями, да, ну, наверное, это с какими-то министрами, президентами, где-то это действительно были вот как коронованные особые. Ну, это могли быть короли вот этих областей, или территорий. Да, 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 это тоже было. Как у нас были удельные князья. Да, у них была встреча с бывшим президентом Ганны тоже, да, и, ну, то есть там действительно очень много ситуаций, когда, вот, как вы сказали, вот это всё раскрывается, именно настоящий мисс, не только вот девочка на подиуме красиво прошла, а на встрече, например, я туда отправляла трёх девушек. Мисс Швецию, которая заняла Third Runner Up, это четвёртое место, третья вице-мисс, то есть она вместе с Алисой вошла в топ-5, и мисс Татарстан. То есть три мои девушки выглядели всегда перфектно, всегда мне организаторы просто там похвала была постоянно, потому что, ну, они действительно были три леди такие, они вот, ну, гордость за них была вот необычайная, потому что вот во всех ситуациях они элегантны, всегда приходят раньше всех, да, на репетиции, всё, это приятно, это очень приятно. А мисс Татарстан каким-то образом была отмечена? Мисс Татарстан, по-моему, там вошла в топ-20, но на том конкурсе она не заняла ничего, она у нас заняла на конкурсе в Болгарии. А вот было задание домашнее, снять видеопрезентацию про свою страну, вот какие сюжеты вы придумали? Ну, это видео, по-моему, есть сейчас на YouTube, его можно видеть, и, в принципе, на страничке Мисс Хэрри Тэдж они поставили, видео Алисы было, ну, наверное, там в пятёрке лучших, оно было снято очень качественно. Алиса показала, в принципе, и Дауговпилс, да, то есть достопримечательности, и показала Латвию, природу, всё, там в сотрудничестве с одной компанией, которая вот занимается видео, как раз они согласились помочь предоставить свои материалы, плюс Алису поснимали, то есть, ну, так рассказала о Латвии красиво, в принципе, его можно видеть на страничке, там видео лучше скажет, чем я скажу про него. Ну, то есть, получается, что вы как, ну, несёте образ Латвии? Конечно, конечно. Послы красоты. Вы не представляете, в Гане участвовало порядка, по-моему, 54 девушек, из которых только 8 были европейками, и большая часть была, ну, скажем так, темнокожими, да, и мы даже в какой-то момент не сильно рассчитывали, потому что дело происходит в Африке, да, как-то мы для них экзотичны, это то же самое, всё-таки, ну, есть это восприятие, например, в том же Китае, в той же Турции на конкурсах, но практически никогда не побеждают африканские девушки, да, вот, и, то есть, они, их всегда приглашают из-за экзотики, они хорошо смотрятся, но мы думали, что вот мы такой же экзотикой будем там, в Африке. И когда в Африке среди 54 участниц, среди всего там 8 европеек, выходит Латвия на первое место, это был фурор просто. Это фантастика, поздравляем вас. Спасибо, потому что это, когда мы занимаем там что-то, ну, в Европе как-то всё-таки нас знают, но там… Там, наверное, впервые многие услышали название страны. Там многие услышали, действительно, впервые имя Латвии, потому что есть такая страна. А были такие вопросы, где это? От организаторов, вот отчасти там, от хореографов, да, где-то, не все, конечно, знали, да, потому что это что-то для них вот где-то вообще, где-то далеко. Мы напоминаем, что у нас в гостях утром на балконе сегодня наша гостья Инга Радуга, владелец модельного агентства, национальный директор, член жюри нескольких международных конкурсов красоты. И говорим мы о победах в минувшем году. Телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. Можете задать вопрос, Инга. Инга, а вот существовал, ну, по крайней мере, раньше точно устоявшийся такой миф, что, ну, блондинка должна быть красавица, что вот если блондинка, у нее гораздо больше шансов, а наша лиса брюнетка. Ну, сейчас вообще все меняется. Если мы сейчас углубимся в историю конкурсов, о чем мне хотелось бы тоже поговорить, потому что изменения кардинальные. Ну, скажем так, существует Большая Четверка, есть еще Большой Шлем, это называется, да, организации, в которых входят главные конкурсы, да, то есть в Большую Четверку входит Мисс Ворлд, это Мисс Мира, Мисс Земля, Мисс Вселенная, Мисс Юниверс и Мисс Интернешнл, которые проводятся в Японии. И сейчас Мисс Ворлд и Мисс Юниверс – это вообще два старейших конкурса. Ну, мы не говорим про те первые там конкурсы, которые можно прочитать в Википедии, что проходили там в 1800 каких-то годах, но из конкурсов, доживших до нашего времени, Мисс Ворлд, да, то есть Мисс Мира – это первый конкурс, который проводился, проводился он в 1951 году, и на следующий год провели Мисс Юниверс в Америке, и в принципе вообще, вот я читала, что Мисс Ворлд задумывался как одноразовое мероприятие, но когда организатор конкурса узнал, что вот будет в Америке в следующем году, он сказал, нет, мы тоже проведем. И с тех пор, то есть, ну, представьте, да, Мисс Ворлд через пару лет, да, в 2021, уже у них очередной юбилей. И что получается, сейчас Мисс Ворлд 2019 стала… Ямайка. Ямайка, а Юниверс – ЮАР. То есть темнокожие девушки, по-моему, на Мисс Юниверс это впервые, если я не ошибаюсь, ну, или очень-очень давно такого не было, но у нас конкретно меняется. Вот от блонзинки, потому что сейчас… Мисс Земля – Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико, и это очень часто. Филиппины у нас, в принципе, кузницы кадров-то, да, для конкурсов красоты, это Венесуэла, Филиппины, то есть брюнетки рулят. Инга, у нас звоночек, хотят у вас что-то спросить. Тогда одевайте наушники. Алло. Доброе утро. Здравствуйте. Я не спросить хочу, а я хочу рассказать свои впечатления. Журнал «Наш Латышский» конца 80-х годов. Там была фотография «Мисс Латвия» 31-го года. Она работала продавщицей, эта женщина, когда она завоевала этот титул, и она так и была. Но какая у нее была осанка, какая у нее была прическа. То есть она, можно сказать, «Мисс Латвия» осталась до самой смерти. И я желаю вам, вашим девушкам, тоже долго сохранять и осанку, и внешность. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Ой, как здорово вообще. Да, интересная какая. Такой факт интересный. Инга говорила о трансформации представлений о красоте. Да, наша вторая, например, победительница двух конкурсов в этом году, Алина Матвеева, прекрасная брюнетка тоже, как и Алиса. И Алина победила на конкурсе «Мисс Грейд» в Японии. Это было в начале осени. И также Алина победила в декабре на «Мисс Блэк Си» в Грузии. Япония – это тоже, конечно, удивительно. Япония – это очень здорово. Это другая планета, фактически. То есть там, в принципе, тоже, наверное, про Латвию мало кто слышал. Да, да. А где, в каком городе? Это было в городе Осака. Но они довольно-таки много путешествовали. То есть там то ли 10 дней, то ли 2 недели это было. И Алина была в полном восторге. Мы с ней постоянно там по WhatsApp, она мне скидывала какие-то фотографии, видео делилась. А вы здесь сидите и болеете, да? Да, когда я не успевала уже уехать в Японию. И очень хотела, очень надеюсь, что в следующем году вот у меня это дело получится, потому что меня зовут, приглашают. Ну, надо немножко поработать, чтобы были деньги на все эти билеты. Потому что сейчас приглашают еще и в Индию, и в Перу. Но мы, знаете как, у нас не поддерживает наша страна особо сильно делегацию латвийскую и самих участниц, поэтому вот мы все своими силами. Это удивительно. Девушка, посмотрите, Алина Матвеева, девушка из Резакна, да? Да. Победила в Японии на конкурсе, где вообще свои каноны красоты. Ну, понятно, что он международный, но тем не менее, да? Ну, вы знаете, мне кажется, вот Алине как раз-таки там было, может быть, легче победить. Потому что хоть Япония, да, они тоже любят вот блондиночек, там вот этот манго-стиль, да? Но Алина Брюнетко с просто потрясающей улыбкой, что ценится, да, в Азии. И, может быть, она им была вот как-то все-таки близка своей внешностью. Плюс все-таки девушки, когда довольно-таки такие высокие, статные, это все-таки тоже приветствуется на конкурсах красоты, потому что куда-то далеко часто уезжают девушки где-то рост метр семьдесят и ниже, поэтому всегда, когда есть более высокие участницы, ближе к модельным параметрам. А у Алины какой рост? У Алины сто семьдесят семь, у Алисы сто семьдесят четыре. Хороший рост. Хороший рост, да. А Япония, в принципе, более-таки низкорослая, наверное, основная сила? Ну да, но в основном азиатки, да, были все представительницы, там Таиланд, Китай, они пониже. В Китае тоже, когда приезжаем на конкурсы, отправляют девочек, вот видно всегда у них местные девушки носят огромные платформы на сцене, поэтому зачастую, когда смотришь на фото, кажется, например, они все примерно одного роста, но надо всегда смотреть на ноги. Поэтому на конкурсах, знаете, обувь, она очень такая старомодная зачастую, потому что до сих пор вот туфли в стиле клипа Ленинград-Лабутена, да, там прям в фаворе у многих участниц, и я все смеюсь, что они уже ушли из прилавков всех магазинов, но на конкурсах они живее всех живут. Ну вот наша Алина все равно была на голову в прямом и переносном смысле, да? На голову выше всех. И переехала с короны в розык, да? Да, да, вот и сейчас в Грузии, так что вторая тоже у нее заняла. А расскажите немножко про Алину. То есть Алиса у нас тренирует детей, тренер по фигурному катанию. Алина? Алина у нас дизайнер. У Алины есть бренд Milk Silk, она делает свадебные платья расшитые вручную, то есть там от кутюр идет такой. И, насколько я знаю, она сейчас еще с одной девушкой, бывшей моделью, сделали такой экспериментальный свой, запустили марку нижнего белья. Тоже кружево, все, ну тоже такое вот эксклюзивное. Но так, да, она делает очень красивое платье. Поэтому Алина у нас всегда подготовленная. Знаете, когда... Потому что все вот эти вечерние платья зачастую это все на участницах лежит. То есть это дорого очень? Это дорого, да. И получается так, что иногда бывают, есть спонсорские платья, да, то есть какой-то дизайнер выступает спонсором, и это такое облегчение сразу для всех. И, опять же, мне кажется, может быть и для организаторов и фотографов, потому что они понимают, что вечерние наряды в одном стиле, да, это легче. С другой стороны, на крупных конкурсах, да, вот как мы говорили, там большая четверка, все, только участницы везут наряд. Потому что за многими странами там стоит такая поддержка. Там, ну, это честь для дизайнера, когда его платье представлено на международном конкурсе. Очень сильная поддержка у всех азиатских стран. Очень сильная поддержка, там, естественно, у Венесуэлы, Филиппинов. Ну, это нормально. У них это, ну, девушки становятся, если они куда-то там в топ вышли, но они просто как национальные героини, потому что они несут имя своей страны. Мы прославляем Латвию на многих конкурсах у нас. Но неужели никакой поддержки? Вообще нет. То есть это абсолютно наши какие-то договоренности, мои знакомства за годы в модельном бизнесе, да, и вот сейчас мы недавно договорились с парочкой салонов вечерних платьев, что они за какую-то минимальную сумму, химчистки, можно сказать, да, нам дают наряды для девушек, что девушки могут обращаться. А так все вот своими силами. Это очень обидно. Очень обидно, потому что даже если мы смотрим на то, что, ну, самая основная часть расходов – это обычно билеты, потому что как-то раньше, еще вот несколько лет назад, было гораздо больше конкурсов, которые предоставляли билеты участницам, и сейчас их осталось минимально. Есть еще, сохранились некоторые конкурсы, которые представляют билеты и участницам, и директорам сопровождающим. Но это вообще тогда прям сказка-песня, да. Вот, поэтому мы такое очень любим. Но зачастую, да, еще, во-первых, билеты, поэтому, например, мы гораздо реже участвуем в конкурсах, которые там где-то, вот сейчас зовут в Перу, но билеты около 1000 евро. И на многих конкурсах есть еще организационный взнос. Я как-то умудряюсь договариваться, что мы его не будем платить, потому что на том же Перу еще за участие 1000 евро, тоже, помимо билетов. Но мы сразу говорим, все-таки у меня девушки такие профессиональные, красивые, и при том, что так далеко. Та же Япония, они хотя бы оплатили половину билетов Алине, и это вот тоже было решающим, что она поехала. Ну, это, конечно, правда, очень как-то не очень справедливо. Мы желаем вам, чтобы все это решилось в следующем году как-то в лучшую сторону. Спасибо, мы надеемся, работаем над этим. Сейчас небольшой перерыв, мы продолжим эту тему через несколько минут. А финансовая составляющая конкурсов красоты, оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Личное утро» на радиоболтком. Ведут ее Ольга Авдеевич, я, Рита Трошкина. И у нас в студии человек, который знает о моде и красоте, о модельных конкурсах красоты. Ну да, о конкурсах красоты. Это Инга Радуга, она сама владельца модельного агентства, и национальный директор, и член жюри нескольких международных конкурсов. Можно сразу спросить, что такое национальный директор? Национальный директор – это человек, который занимается отбором от своей страны. Последние уже несколько лет я для многих конкурсов являюсь интернациональным директором, потому что мне одной Латвии мало, и как-то так сложилось, что у меня появилось довольно-таки много участниц. Ну, мы с некоторыми работали в моделинге, например, с девочками из Эстонии, с девочками из Белоруссии, и стала я их тоже представлять. Плюс на конкурсах бывает так, что попадаются девочки, например, на каких-то небольших конкурсах, которые приезжают просто по приглашению организаторов. Все крупные конкурсы, конечно, стараются работать только с национальными директорами, потому что для них это гарантия. Девочка может сказать, что она приедет, даже прислать билет, но не доехать или еще что-то, или быть совсем не такой, как на фото, да, мы же все понимаем, там, фотошоп, и какие-то фото могут быть сделаны пять лет назад, и приезжает совсем другой человек, плюс там не тот рост или еще что-то, а все-таки национальный директор гарантирует качество. И плюс, например, вот такие девочки, они приходят, если они хорошие, они видят моих, они видят, как я с ними работаю, они сами приходят и говорят, мы хотим с вами работать, и если я вижу потенциал, я беру, поэтому сейчас у меня довольно-таки много участниц, я, мне кажется, могу сама международный конкурс с красотой организовать. А вот вы сказали, что вы представляли Швецию и Мисс Татарстан. Да, у меня есть девочка Мисс Индия, вот она как раз, Алиса победила в Италии на конкурсе, и моя Мисс Индия взяла там третье место. Как приятно, что наша взяла первое. Да, и мы потом буквально через дней 10 был конкурс в Болгарии, и там она взяла второе место, то есть First Runner Up, девочка из Индии, и там так получилось, она вообще первый раз была в Европе, и когда она поехала в Италию, мы как раз узнавали про конкурс в Болгарии. И я с ней общаюсь, говорю, слушай, ты, может быть, у тебя, ты уже ездила на конкурсы в Турцию, в Китай была с европейскими девочками, они же сдруживаются очень тоже сильно за это время, живут там вместе в номерах, например, по два человека, иногда по три. И действительно очень такая крепкая дружба зарождается. Я ей сказала, если ты можешь остаться под друзьям дней 10, то я тебя беру в Болгарию. И вот она нашла, она как раз тоже у девочки, которую я представляю на конкурсах от Румынии, там она была у нее, у каких-то друзей в Италии, то есть она это время спланировала, посмотрела Италию, Румынию, и приехала в Болгарию как раз, и говорит, ой, ну мне так прям хватило, то есть за несколько недель увидеть там четыре страны, а в Голландии она еще была, потому что там день у нее была пересадка, и как раз был свободный день, так что у нее прям, да-да-да, и как раз не зря поехала, потому что взяла First Runner Up, это, ну, второе место, плюс там еще были ленты, как там Miss Fashion, там еще какая-то, то есть так прям. Я еще сказала, что ей надо было остаться еще на пару недель, еще на какой-то конкурс, и тогда бы она взяла бы первое место, потому что у нее прям так в прогрессе это шло, вторая Run and Rap, ну, Run and Rap это Вице-Мисс, да, как бы так, если бы... У нас звоночек, послушаем. Да, да. Алло. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы не обращались в Институт Латвии? Они же пропагандируют и везде, как Гошатая, выступают в нашем государстве во всех местах и областях. Почему вам туда не обратиться за финансовой поддержкой? Потому что такая маленькая Латвия, такие призы, это было бы престижно? Или у нас здесь все как всегда? Ну, честно говоря, я вот туда не обращалась, потому что когда-то в самом начале мы попробовали что-то писать и в Думу нашу, и вот по поддержке, но не получили. У той же Алисы была, например, история, когда она уезжала на Мисс Ворлд, в 2011 году она там участвовала, потому что она до этого стала Мисс Латвия, и ее отправляли, это еще было до меня, да? Это, наверное, Интофобила, да, тогда была, и Алиса тоже, все траты были на ней. Единственное, что я помню, там не помню кто, кто-то или из министров, может, мэр тогда, да, у Гофпилса, но где-то на Делфи, вот можно найти еще там в архивах, в интернете, если покопаться, там, статья, что ей передали тогда, по-моему, 2000 латов, вот именно на билеты, на платья, потому что там были большие взносы, вообще Мисс Ворлд, он требует еще взносов за участие, там тоже, по-моему, вот какой-то был взнос билета, чтобы вот это покрыть. Но это было потому, что она именно в том году стала Мисс Латвия, это было связано, и плюс, ну, и она должна была, ну, просто это действительно крупнейший конкурс, да, там, по-моему, в этом году около сотни участниц, это престиж, это, там страны поддерживают так обычно своих участниц, нашим такое не снилось. И, ну, вы не представляете, что разразилось там в комментариях, я просто нашла в Делфи ту статью, искала как-то для тоже одной публикации, все вот упоминания, когда я посмотрела, что там, ну, у нас сразу начинается у людей, что там лучше пенсионерам пенсии подняли. Естественно, это важные вещи, да, которые там нужны, но и многие считают, просто не знаю, ну, может быть, у нас такая страна, что многие считают, что вот там, ну, что эти конкурсы красоты, там, это уже так, жир убесится, да, зачем их поддерживать. Но это действительно, ну, престиж нашей страны. Во многих странах относятся вот к конкурсанткам, как к танцевальным коллективам, как к спортсменам, которые выезжают. Мы представляем нашу страну. А ты несёте имя Латвию? Конечно, конечно. И в Африку, и в Японию, и куда только. Да, 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 и в прошлом году там тоже, и там, и Китай, и в этом году девушки ездили в Китай тоже, и тоже представляли Латвию, да, и, ну, у нас вот 8 конкурсов в этом году, 8 конкурсов в прошлом году участвовали. Та же Алиса в прошлом году, например, там, выиграла на конкурсе в Болгарии Miss Universe, на которую мы тоже ездили в этом. Та же Алиса в прошлом году выиграла Miss Tourism Evrazia в Турции. Первый конкурс проводился. То есть она первая победительница, ну, как бы нового конкурса. Там организатор делает, по-моему, 4 конкурса, да, под этим брендом. И вот Miss Tourism Evrazia был новый. То есть вот Алиса, она как бы входит в историю Латвия, да, что первая победительница в конкурсе Латвия, да. Наверное, целая комната для наград. А такой вопрос, скажем, вот представительница Латвии стала победительницей международного конкурса Miss Tourism. Логично было бы, чтобы она стала лицом каких-то туристических промо-роликов, плакатов, визуальной какой-то рекламы Латвии. Там это происходит очень... Ну, Латвии, ну да, у нас, понимаете, со словом туризм есть куча конкурсов, да, то есть самые популярные слова для названия конкурсов – это International, Tourism, Globe, World и вот и все производные. Global, да, тот же. И там в одном Китае конкурсов со словом туризм будет, наверное, порядка 30, да, там со словом Globe тоже. Они все путаются, и люди иногда, кто не знает, вот, какой и где, могут тоже спутать конкурсы, думают, что они едут куда-то там на что-то престижное. Поэтому тут даже не то, что, ну, туризм, да, это один из конкурсов, который с этим названием, она причем ездила, там тоже был какой-то, тоже с туризмом связан, по-моему, в Китае. Но у нас здесь действительно это как-то, ну, делаются репортажи в Даугу в Пилсе, например, да, на телевидении здесь. Ну, такое впечатление, что всем уже не так интересно. Честно скажу, мы тоже не так сильно работаем над промоушеном. Ну, есть люди, которые минимально что-то делают, но очень громко об этом говорят и везде. Я не такой человек сама по себе, у меня всегда есть куча других дел. То есть мы вот проходим один конкурс, это как этап, да, и, ну, я вот из этих восьми конкурсов была, по-моему, на четырех или пяти. То есть мы не успеваем из поездки вернуться. Этой осенью я действительно там чемодан даже толком не распаковывала. На некоторые конкурсы я не поехала, потому что они накладывались на другой, да, например. Я только уезжаю, а там уже где-то начинается что-то, да, и просто не успеваешь. Естественно, и девушки тоже так. Ну, попробуйте в Институт Латвии обратиться. Да, это хорошая мысль. Спасибо вот человеку, который звонил и предложил. Ну, хотя бы один какой-то очень важный конкурс, чтобы поддерживала, собственно, государство. Потому что мы же можем дать очень хорошие, например, условия. Это, ну, не знаю, там, предположим, если там авиакомпания или какой-то наш банк, или какая-то крупная организация будет являться спонсором. Время конкурса девушки могут там носить майки с логотипом. Их же постоянно фотографируют. То есть, да, на многих конкурсах есть формы, но не запрещено, например, какую-то спонсорскую продукцию тоже рекламировать. И очень часто девушки из каких-то стран, вот они постоянно там в Инстаграме, за ними следят по хэштегу конкурса. Очень много народа. Ну, конечно, с возможностями много. Конечно, конечно. То есть, заключается контракт с определенными условиями. Инга, а вот насчет национальных костюмов. Как обстоят дела? Ой, это всегда очень интересная и зрелищная тема такая. Национальные костюмы. Чем крупнее конкурс, тем они ярче, тем этот титул весомее. Ну, я, наверное, скажу так, что это один из таких менее любимых мною титулов, потому что мне всегда кажется, когда девушка берет там Best National Dress, Best National костюм, что вот как будто оценили не ее, а красоту ее костюма. Она так себе, да, как-то. Но на конкурсах, где, знаете, участвуют там 40 и выше конкурсантов, да, иногда там по 60, ну, лучше взять что-то, чем ничего. И на таких конкурсах, как правило, это не просто оценивается платье, да, а оценивается, вот как девушка в нем прошла, как она подала это все, да. Мы были в этом году на конкурсе Miss Globe, который проходил в Албании, в Черногории. Сам финал был в Черногории. И там было просто потрясающее шоу тоже вот костюмов. И Best костюм взяла девушка из Никарагуа. Я когда видела, как она до этого на фотосессии его надевала, я думаю, боже мой, как она это везла вообще, потому что там, ну, во-первых, это все тяжелое, расшитое камнями, и она просто как золотая статуэтка была. Во-вторых, там были такие какие-то объемы вот этого костюма. Это конструкция целая, да. Они берут дополнительный багаж. Зачастую участницы вот еще доплачивают за багаж, чтобы это все дело привезти. Потому что раньше Латвия, ну и вообще Европа, то есть у нас наша вот, как бы, как вам объяснить, национальный костюм – это не народный костюм. Раньше это путали и отправляли участниц вот в наших традиционных вот этих шерстяных юбках, в которых они там мучились под софитами, особенно если это где-то летом в Турции там, да, или в том же Китае. Ну, неважно где, но вот летом, да, это же тяжело. Во-вторых, никогда с нашим национальным костюмом девушка нигде не победит, не возьмет этот титул. И это там не потому, что я там противница латвийского народа. Это относится к любой стране Европы. Потому что мы настолько бедно выглядим на фоне, когда выходит там Венесуэла, когда выходит Бразилия в перьях, когда выходит там всякие Филиппины, Перу. Там такое буйство красок, там настолько все ярко. И, наконец-таки, стали наши все и прибалтийские, и европейские страны вот понимать, что нужно. Хотя многие до сих пор вот идут в чем-то таком вот прям народном, да. И сами девчонки часто шутят на том же Мисс Глоб. Стояли девочки и после там Венесуэлы, там, с перьями, после там Никарагуа, после всех. Говорят, ну все, пошла наша бедная Европа, да. То есть... Крестьянская. Потому что там, ну абсолютно, вы не отличите, если вот не знать деталей, там, Латвия от Литвы от Болгарии, Сербии, там, Молдовы, Румынии. Ну вот они все вот однотипные. И я представляю, особенно если это где-то, например, в Китае происходит, это вообще для них скучно, да. То есть идут юбки, рубашки какие-то светлые. А российские, как смотрятся, вот кокошники, Рошитые попадаются очень красивые. Сейчас они стали делать, Россия очень подготовлена в этом плане. И я знаю парочку российских директоров тоже. Ну у нас, знаете, тоже уже такая своя тусовка складывается, директоров на конкурсах таких, кто много участвует. Мы приезжаем, и уже прям свои лица, да, на каждом конкурсе кто-то знакомый. И там прям подготовка сильная. Но мы сейчас тоже очень над этим работаем, поэтому я считаю, что мы стараемся по максимуму делать, то есть отходить и делать что-то такое фантазийное. И вот в этом отношении у меня уже есть там сотрудничество с парочкой дизайнеров, которые вот действительно что-то делают интересное на тему латвийской. Фантазия на тему. Да, поэтому мы так уже неплохо смотримся. Инга, вот вы в жюри многих конкурсов бывали. Скажите, вот на ваш взгляд, насколько натуральны участницы? Вот как этот вопрос решается? Ну сейчас, скажем, такого вот совсем натурального вида в топах, когда идёт там топ-5, например, ну очень мало можно встретить. Очень распространено на всех конкурсах. Ну, в принципе, это сейчас и в жизни. Если мы откроем Инстаграм, то там вообще все вот именно представители. Ну это как-то ценится или всё-таки? Вы знаете, наверное, нет уже. Зависит от конкурсов. В принципе, это зависит от организаторов. Есть организаторы, которые очень ценят натуральный вид, но такой очень, знаете, такой поданный, хорошо, чтобы это было подано, чтобы это было ярко, чтобы это было ухожено, да, чтобы девушка знала, например, что делать со своей прической, да, и всё-таки макияж он всегда. Но я иногда смотрю на многих победительниц и думаю, так, если мы уберём накладные волосы, если мы уберём накладные ресницы, отбеленные зубы, подкачанные губы, грудь, там, сделанный нос зачастую, вот что останется, там, накладные ногти, вот эти гелиш, да, и всё, там, сделанный загар, то, в принципе, ну, рост, да, рост и, наверное, вот фигура, над которой они работают, да, потому что я очень люблю, конечно, когда девушка так максимально натуральна, потому что иногда, ну, есть те, которых такое редко получается, всё-таки вот мы видим девочек, как я и говорила, да, не только на финале, но иногда бывают девочки, которые удивляют, да, они попадают в то, потому что так ты её не замечаешь, но вот там её накрасили, сделали ей прическу, всё, и вот она как-то засияла, да, такие, ну, попадают. А у вас есть какой-то свой самый-самый любимый и дорогой для вас конкурс? Ну... Самый ценный, может быть? Наверное, первый конкурс, в котором победила моя участница, это был вообще первый мой конкурс, на который я поехала, и была в жюри, это был конкурс в Китае в 2012 году. World Supermodel победила моя модель, и это было такое, знаете, вот ощущение, когда вот ты сидишь, и твоя девочка занимает первое место, да, и я очень рада, когда такое... Это вот такое, знаете, несравнимое, наверное, ни с чем, но, может быть, вот родители, да, тоже испытывают, когда вот их дети, да, что-то занимают, и вот каждый раз мы к этому стремимся, и каждый раз это очень приятно вот это вот слышать. Скажите, какой был, какие там были подарки, призы, премии, может быть? Там был денежный приз, зачастую, сейчас это уже редко, очень многие отделываются подарками, тогда был денежный приз за 5000 долларов. Это были большие деньги? Ну, это такие хорошие деньги, в принципе, если мы сравниваем с такими совсем крупными, да, там все-таки есть там и 250, да, и 50 тысяч, ну, вот эти вот там Miss Universe, Miss World, сейчас даже не знаю, какая у них сумма стоит, но там, понимаете, там заключается контракт с девушкой, то есть она в течение года участвует во всяких промо... Отрабатывает. Да, она, можно сказать, отрабатывает, ей никто вот так вот сразу чеком это не дает, поэтому это действенное. И сейчас, что происходит такого не очень приятного с другими конкурсами красоты, то, что они смотрят, знаете, как на основные правила игры, да, на основные пункты контрактов. И многие конкурсы делают такой пункт, что, например, победительница не может участвовать в течение года в других конкурсах. И, ну, я понимаю, когда это делают крупные конкурсы, это когда делают, например, у тех же Miss Heritage, Miss Nasledi, был тоже такой пункт. Они до сих пор должны нам деньги, Алисе, да, за победу. Ну, вот мы пока ждем, то есть пока они еще укладываются в сроки по контракту, ну, посмотрим, что будет. Но я с ними боролась очень сильно, потому что мы даже ввели в контракте этот пункт. На тот момент Алиса была... Мы не знали, что она победит, да. Я предполагала, что ее как-то отметят, потому что, ну, невозможно, да, не отметить ее опыт, ее красоту, элегантность. Но насчет победы мы не были уверены. И у нее уже было подтверждение на конкурс в Италию. И я добилась того, чтобы в контракте мы ввели пункт, что она не может участвовать в течение года в других конкурсах красоты, кроме одного конкурса в Италии. Но это сейчас, знаете, не очень, в принципе, правильно, потому что многие, например, дают вообще какие-то просто призы, а требуют, что девушка нигде не может участвовать. Скажите, а что сейчас происходит с конкурсом Мисс Латвия? Ой, вы знаете, я не очень сильно слежу, потому что где-то пару лет назад я смотрела, у них, по-моему, не очень ровно сейчас идет. Перестало быть их слышно, скажем так. Их вообще не слышно как-то, да. Потому что мы общались с одним из организаторов, тоже из таких помогающих, да, с сестрам Диденко. Мне сказали, что очень сложно. Ну вот сейчас, опять же, в Латвии все вот эти аренды помещений, все это, ну оно не удается. Все сложно в Латвии сейчас. Понимаете, когда-то, например, я помню прекрасно, когда это был тот же конец, там, 90-х, все, во-первых, помимо Мисс Латвии еще довольно-таки неплохой был конкурс Мисс Рига, который предшествовал Мисс Латвии. Все региональные были, там, одна из моих подружек, я, по-моему, победила, там, на Мисс Юрмала конкурсе, да, тоже, там, у меня много девочек, которые участвовали, там, выходили, и потом приходили ко мне в модели, да, после, там, Мисс Рига, Мисс Латвия мы сотрудничали. Но сейчас как-то тишина. Инга, вот, к сожалению, наша программа подошла к концу. Да, мы еще очень о многом хотели бы вас спросить, просто придется продолжить, наверное, нашу беседу. Ну давайте, самое главное, спасет ли красота мир, как вы считаете? Вы знаете, у этого выражения «красота спасет мир» есть вторая часть, о которой мало кто знает, которая полностью звучит как «красота спасет мир, но только если она добра». Вот я полностью уверена, что вот в такой позиции, да. Супер. Вот это такое достойное окончание нашей беседы. Мы желаем вам просто феноменальных, больших успехов. Спасибо. Спасибо вам и вашим девушкам. И поддержки. Мы вами гордимся. И столько корон. Какой-то синергии от общества. Столько королев и столько корон в Латвию привезли. И действительно, в мировом масштабе вы очень много делаете. Спасибо. Ну будем надеяться, что мы так. Да, и добра, да. Спасибо. Красота добрая – это очень здорово. Спасибо. И добра всем слушателям «Болткома». Я думаю, оно никогда не лишнее. До новых встреч. До новых встреч. Утро на «Болткоме».